Всем привет дорогие друзья автомобилисты! Очень часто мне задают вопросы в комментариях, я стараюсь как можно быстрее на них вам отвечать. Но к сожалению у меня не всегда предоставляется такая возможность и бывает так, что я отвечаю с задержкой. Ну приношу конечно свои извинения за то, что я не могу слишком оперативно сразу отвечать на ваши вопросы, но из-за того, что все-таки когда у меня появляется свободное время, я с удовольствием на них отвечаю. И сегодняшний видеоролик не исключение. Конечно же задержки, но самое главное ответ. Итак, один из подписчиков моего канала задает мне очень интересный вопрос. Кстати уже во многих роликах я упоминал ответ на этот вопрос, но отдельного ролика по этой теме я не делал. Поэтому решил сделать отдельный ролик, вывести для того, чтобы вам объяснить всю ситуацию. Итак, вопрос от подписчика MRXXX. Ты так и не ответил, наверное не знаешь, моторное масло как менять по пробегу или по годам? Если за год пробег допустим 100 километров, менять через год или через два, как менять, если малые пробеги? Конечно же производители автомобилей и производители моторных масел все в один голос рекомендуют менять моторное масло либо на 7000 километров, либо через год. То есть что наступит раньше? Если допустим вы мало ездите на своем автомобиле и за год вы не проезжаете 7000 километров, то в любом случае как бы рекомендуется раз в год менять масло. Но если не произвести эту замену, допустим, а менять раз в два года. Друзья мои, я вам скажу так по личному опыту. Конечно же рекомендации есть рекомендации. Хотите придерживаться этих рекомендаций? Без проблем. Но я лично испытывал это на различных автомобилях и не только на автомобилях, в том числе на бензогенераторах. Кстати, это немаловажно, потому что некоторые утверждают, что если не поменять масло, допустим, через год, ну к примеру, малый пробег был, масло якобы окислится, потому что срок годности масла подходит к концу и после этого масло превратится в картере в солидол. Да не превратится масло в картере в солидол через год и даже через два. Я вам скажу так, друзья мои, я купил себе четырехтактный бензогенератор уже очень давно, ну скажу вам, где-то лет пять назад. И в него, конечно же, залил полусинтетику. Масло хорошее автомобильное, полусинтетику я залил. И что вы думаете, друзья мои, я просто все время забываю поменять в нем масло. Вот так вот получилось, что я эксплуатирую периодически этот бензогенератор, естественно, ветер запускаю, иногда масло проверяю уровень, все там в порядке, никакого солидола нет и быть его не может, потому что генератор работает очень мало. По моточасам мало работает генератор и масло из-за этого не окисляется. Конечно же, это я уже слишком просрочил все сроки замены масла. Необходимо произвести замену, обязательно это сделать и это обязательно сделаю. Но, друзья мои, почему так получается, что на одном двигателе получилось, что появился этот так называемый солидол, то есть масло окислилось и превратилось в такую жижу густую, которую слить невозможно, а в другом двигателе этого не происходит? Да все дело в том, что если масло не менять, а ездить много, то масло это окисляется. Окислительный процесс возникает вследствие работы масла, то есть когда масло постоянно циркулирует, постоянно взбивается в картере, то есть оно постоянно находится в движении и в контакте с воздухом. Происходит очень активное окисление. И если мы не будем менять масло через, допустим, 10 тысяч или 15 тысяч километров, или там некоторые 20 говорят, что проехал 20 тысяч километров, вот покатайтесь на легковом автомобиле 20 тысяч километров. И я вам гарантирую, что вы не сможете уже слить масло со своего двигателя. И скорее всего, ваш двигатель будет подлежать капиталке, потому что масло действительно уже превратится в солидол, именно в картере вашего двигателя. Но если вы масло не будете менять год или два, то ничего страшного такого не произойдет. Я, конечно же, стараюсь придерживаться инструкции производителя масел или двигателей. То есть если рекомендации раз в год для замены автомобильного масла при малых пробегах, то, конечно, желательно менять раз в год. Но если у вас нет возможности поменять раз в год, и вы, допустим, произведете замену масла двигателя своего автомобиля, к примеру, через два года, но, друзья мои, пробег за это время будет, к примеру, там, 200 километров, 300, 500, а может быть, 1000 от всего, то ничего с вашим маслом, ничего с вашим двигателем не произойдет. Вот такой вот мой опыт. Но если у вас есть возможность произвести замену масла, допустим, через год при малом пробеге, то, конечно, для вашего двигателя это будет лучший вариант. Надеюсь, друзья мои, я достаточно понятно вам все объяснил. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал, и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, дорогие друзья. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok